Reddit истории из серии «Женщина. Я здесь не работаю» с хорошими концовками. Я вам обещаю, ваше чувство справедливости будет удовлетворено. Получила по заслугам от латиноамериканца. Момент идеальной мести в истории «Я здесь не работаю». Набираем 10 тысяч лайков и получаем следующую часть мгновенно на следующий день. Получила по заслугам от латиноамериканца. Некоторое время назад я работал курьером в дерьмовой компании по выпуску фильмов ужасов. Часть моей работы в качестве курьера состояла в том, чтобы посещать банк, делать разные депозиты и снимать деньги как для компании, так и для директора. Я посещал банк ежедневно, иногда несколько раз в день. Здание находилось в престижном районе, поэтому нередко можно было увидеть несколько дорогих автомобилей на участке возле здания. А парковался немного дальше. Мне было 20 лет. Я часто носил шорты, рубашка выдавалась на работе. Официальной униформы у нас не было. Мне просто дали несколько рубашек из гардероба от снятых фильмов. Сам я латиноамериканец с довольно смуглой кожей. Мог бы не упоминать об этом, типа, кого это волнует? Оказывается, волнует богатых людей. Я столько раз сталкивался с завуалированными нападками за эти годы, черт возьми, что уже не удивлялся, когда меня просили припарковать дорогой автомобиль возле банка. Такие клиенты обычно извиняются и выглядят смущенно, когда я указываю на обслуживающий персонал банка в рубашках пола и жилетах с именным знаком. Меня это так достало, что в последнее время в ответ на такую просьбу я просто закатываю глаза и не обращаю ни на кого внимания, молча делая свою работу. Иногда встречается очень грубый парень, который щелкнет пальцем, чтобы я подошел к нему. Ненавижу подобные штучки. Или бросит мне ключи от своей машины. Меня это бесит, но стараюсь не реагировать на такие действия. В тот день у меня было скверное настроение. Моя компания попала в неприятные обстоятельства, которые могли отразиться на всех сотрудниках. Большинство работников не получали зарплату уже несколько недель. Я сам считал последние гроши. По дороге в банк я купил клубничный смузи для перекуса, потому что понимал, что у меня нет шансов вернуться в офис в обеденный перерыв и съесть принесенную из дома еду. Я заехал на парковочную площадку, поздоровался с парнями, которые там работали, взял талон и направился к банку. Услышал, как кто-то громко кричит. «Эй, Хосе! Хосе!» Естественно, я проигнорировал этот крик. Меня зовут не Хосе. Прохожу мимо дамы, которая кричала, и вдруг ощущаю шлепок по затылку, сбивающий очки с моей головы. Я поднял очки, обернулся и увидел красное от ярости лицо очень сердитой женщины. Она смотрела на меня в упор. Я сначала опешил, потом страшно разозлился. Посмотрел вниз, чтобы увидеть предмет, попавший в меня. Конечно, это была связка ключей от авто и дома. Ненормальная свинота бросила свои ключи в голову незнакомому человеку. Ей нужно преподнести хороший урок, чтобы она надолго запомнила, как вести себя в обществе и не забывала об этом всю свою дальнейшую жизнь. Я поднял ее ключи и, еле сдерживая себя, спросил, «Что, черт возьми, вам нужно?» Она агрессивно закричала в ответ, «Ты дрянь! Не слышал, как я звала тебя!» Сам виноват в том, что проигнорировал меня. Я опаздываю на встречу с парикмахером. «Быстро припаркуй мою машину!» Я был совершенно ошеломлен в такой наглости. Попробовал объяснить женщине, что я здесь не работаю, но она не хотела ничего слушать. Каждая моя попытка открыть рот прервалась еще более оскорбительными проклятиями. Это выглядело очень унизительно. Она подвергала сомнению мой интеллект и умственные способности, грозила мне увольнением и всякими неприятностями. Высказав много отвратительных слов, женщина повернулась, чтобы уйти. Я в этот момент словно очнулся. «Эх, будь что будет!» Во мне закипела злость. Я поспешил догнать хамку возле здания ресторана и крикнул. «Стой, свинота!» Она посмотрела на меня широко открытыми глазами. Я подошел к ней впритык и четко проговорил. «Я здесь не работаю!» После этих слов я бросил ключи в мой наполовину полный смузи, так что вылетели брызги, потом швырнул стакан в мусорный ящик возле здания. Выражение лица женщины стало ужасным. Она дико смотрела на пятна от смузи и на вонючий мусорный контейнер, куда упали ключи от ее машины. Я спокойно пошел к банку. Женщина побежала в ресторан и обратилась к обслуживающему персоналу. После того, как я завершил свои дела в банке, вернулся на парковочную площадку. Снова увидел эту женщину. Она звала охранника и указывала на меня пальцем. Охранник, знакомый мне парень, спросил, что случилось. Я рассказал ему, что женщина бросила в меня ключи, начала выкрикивать непристойности в мой адрес и отказалась взять связку обратно, когда сказал ей, что здесь не работаю. Добавил, что бросил ключи в свой смузи, а стакан выбросил в мусорный бак возле ресторана. Охранник с трудом сдерживал смех, слушая мой рассказ. Женщина настаивала, чтобы сотрудник вызвал полицию, но парень объяснил ей, что она добровольно дала мне свои ключи и отказалась забрать их. Женщине нужно было всего лишь секунду послушать меня, когда я пытался сказать ей, что не работаю в этом месте. Наглая дама потребовала, чтобы кто-то из парней пошел и достал из мусорного бака ее ключи. Но они отказались и указали женщине на плакат, где написано, что администрация не несет ответственности за потерянное или украденное имущество. Также клиентку предупредили, что ее авто блокирует движение на парковке. Если она не отгонит свою машину через 15 минут, будет вызван эвакуатор. Женщина снова перешла на крик, обвиняя во всем случившемся меня. Опять выкрикивала оскорбление и ругательство в приступах бешенства. Охранник молча стоял и слушал, не говоря ни слова в ответ. Когда она наконец замолчала, парень посмотрел на часы и сказал, «У вас осталось 7 минут, мэм». Сообразив, что парень не поддерживает ее убеждения, женщина не хотя направилась к ресторану. Она шла к мусорному контейнеру, злобно оглядываясь по сторонам. Мы стояли вдвоем с ним и улыбались, но потом охранник попросил меня больше так не делать. Когда я выезжал из участка, увидел, как женщина роется в мусоре, яростно разбрасывая его вокруг себя. Проехав мимо нее, я погудел и помыхал женщине рукой. На моей физиономии сияла самая широкая улыбка. Настроение мое заметно улучшилось. Было приятно осознавать, что хамка попалась на крючок. На следующий день охранник на парковке сказал, что им все-таки пришлось отбуксировать машину женщины. Я догадался, что она не смогла найти свои ключи. Ну что ж, хочется верить, что парикмахер не была в восторге от аромата мусорного бака. Момент идеальной мести в истории «Я здесь не работаю». Я работала барменом в маленьком, но уютном баре. Дружила с девушкой, которая работала там официанткой и поддерживала дружеские отношения с менеджером. Наш хозяин был очень высокомерным. Он был владельцем двух баров, но почти никогда не появлялся на рабочем месте. Второй бар был в центре города. Гостей в нем всегда было много. Поэтому владелец часто находился именно там. Среди наших клиентов была одна леди, которая любила приходить в бар. Она часто рассказывала всем подряд, кто она и где работает. Хвасталась, что лично знакома с хозяином бара. Это правда. Все говорилось для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство и пренебрежительно относиться к персоналу заведения. Клиентка могла щелкнуть пальцем и нагло потребовать «Эй, мне нужен еще один напиток». Все разговоры, которые вела девушка, сводились к хвастливым рассказам. Какая у нее классная тачка, на которую она приехала, какие дорогие подарки она получает от своих знакомых парней. Надо немного переместиться назад. На восемь месяцев. Я тогда ушла с работы, чтобы вернуться в школу на полный рабочий день. Но моя подруга продолжала работать в этом баре. Я иногда заходила ее проведать. Там можно было перекусить недорого и посидеть с бокалом пива. Однажды вечером наши визиты с этой девушкой совпали. Она сидела за соседним столиком. Девушка щелкнула пальцем в сторону моей подруги и сказала «Мне нужно еще одно шардоне! Быстро, шавка!» Официантка принимала заказ от других клиентов, поэтому не могла подойти. «Подождите минутку, я сейчас освобожусь!» Девушка перевела взгляд на меня. «Вот же ты лентяйка! Ты поплатишься за такую вольность, плебейка!» «Ладно, ты работаешь здесь!» указывает на меня. «Принеси мне выпить, быстро!» Я продолжала принимать пищу, смотрела телевизор и полностью игнорировала ее. Она подскочила ко мне, приблизила свое лицо и заорала «Ты дрянь! Я разговариваю с тобой!» «Принеси мне напиток!» Не стала обращать внимание на грубость и спокойно ответила «Я здесь больше не работаю!» Девушка словно взбесилась после этих слов. «Не надо врать! Я знаю, ты здесь работаешь очень давно!» «Немедленно выполняй мой приказ!» «Разве ты не знаешь, кто я?» «Да твой босс тебя просто уроет!» Я посмотрела на свою подругу, слегка подмигнув ей и как бы спрашивая разрешение, «Могу ли я?» Она кивнула одобрительно мне в ответ. Мне не хотелось, чтобы моя подруга попала в беду, но в тот вечер в баре работал менеджер, с которым у нас были прекрасные дружеские отношения. Владельца не было и никто не знал, где его искать. Звезды сошлись. Я встала во весь свой рост и решительно произнесла, «Я не работаю здесь». И так как я не работник заведения, позвольте рассказать, какое мнение о вас сложилось у всего персонала. Вы самый отвратительный гость, который проходит через дверь этого бара. Вас называют стервой за ваше поведение. Вы пьяница, халявщица и фальшивка с головы до пят. Все считают минуты до твоего ухода. Я повернула голову в сторону парня, который пришел вместе с ней. Вы знаете, что у нее кроме вас есть как минимум еще двое парней. Как вам такое? Видимо, никто и никогда не говорил с девушкой таким тоном. Ее челюсть отвисла в немом изумлении. Я представила себе, как мысли бегают в этом крошечном мозге. Словно белки в колесе. Улыбнулась и села на место. Откинулась на спинку стула и спокойно допила свое пиво, собираясь покинуть бар. Но прежде чем девушка смогла открыть рот, заговорил ее парень. Он посмотрел на нее возмущенно и потребовал пояснить мои слова. Скорее всего, он не знал о конкурентах. Я поняла, что сейчас начнутся интересные разборки и приготовилась быть свидетелем драмы. Когда девушка что-то лепетала и пыталась объяснить парню свое поведение, он начал громко оскорблять ее при всех посетителях. Люди молчали, только голос парня раздавался во всех уголках помещения. После кавалер поспешил покинуть бар. Девушка побежала за ним. Приятная сцена. Пиво показалось мне самым сладким по сравнению с другими напитками. Конечно, неприятная клиентка позвонила владельцу и пожаловалась на меня, но он подтвердил мои слова о том, что я там больше не работаю. Мою подругу немного поругали за то, что она позволила мне так общаться с клиенткой. Зато после такого позора эта девушка перестала заходить в бар. Меня забанил владелец бара, но я все равно умудрялась тусоваться там, встречаясь с подругой и общаясь с менеджером, потому что хозяина почти никогда не было в заведении. Понравились истории? Тогда смотри другие треды на моем канале.